Всем привет дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить квесты Дейдерических Принцев. Сегодня у нас Шага Рад. Как я рад вернуться снова в этот мир, я уже порядком ничего не выкладывал. Мы должны найти в храмовом квартале Солитюда вот такого вот слугу. Постой, выслушай мою просьбу. Мой господин потерялся между мирами, а я не в силах его вернуть. Как вы видите, с ним не все в порядке. Что тебе нужно? Мой господин покинул меня, покинул своих людей, и он остается глух ко всем моим словам. Теперь он даже не хочет меня видеть, говорит я мешаю ему отдыхать. Так много лет прошло. Ты поможешь нам? Где мне искать твоего господина? Когда я видел его в последний раз, он отправился навестить друга в Синем Дворце. Но Ярл слишком пресный человек для него. Нет, к нему бы он не пошел. Он направился в запретное крыло дворца, чтобы поговорить со старым другом. Сказал, что они не пили вместе чаю уже пару сотен лет. Ах да, тебе понадобится бедренная кость. Она очень важна. Без нее в крыло Пелагии не войти. Почему ты не покинешь своего господина? Ты не понимаешь. Без него я не свободен. Без него я обречен. Вся его империя погрузится в хаос. Ага. Ладно. Добро пожаловать. Безумный ум. Квест Дайдрического принца. Точнее, принца Дайдра Шиагората. Также известного как Князя Безумия. Безумного. Безумную звезду. Безумного бога. Или Безумного лорда. Сфера его безумия. А мотивы неизвестны. Считается, что он был рожден, когда Лорхан утратил божественную искру. Но достеменно никто этого не знает. Есть два способа, как попасть, собственно, в крыло Пелагия. Это либо уболтать Ярла. Точнее, Управителя. Либо уболтать... ...одну из служек. Но также можно украсть. Думаю, так мы и поступим. У тебя нет. И у тебя нет. Ах ты засранка, придется будить. А, привет. Здорово. Я тут убираюсь. Ключик. Не подскажешь? Меня Фолк вообще-то попросил. Ну, тогда, наверное, тебя можно пустить. Но только ненадолго. Береги себя и возвращайся скорее. Как скажешь. Старайся не навлечь на себя ничего. Все. Не вопрос. Главное, чтобы Фолк меня не испалил. Я пошлю кого-нибудь в пещеру, Варния. Не беспокойся. Можешь идти. У тебя дело при дворе? Если будут вопросы... А это еще один... ...возвращайся ко мне. ...дайдрический принц. Добро пожаловать в заброшенное крыло Пелагия. Свечи-то горят. О, я не могу. Он проходит прямо насквозь. Кроме того, у меня столько дел. Так много нежелательных личностей, с которыми надо разбираться. Скептики, шуты, недоброжелатели. Ужас. Мой палач не спит третьи сутки. Ты слишком суров к себе, мой дорогой, милый, убийственно-безумный Келагий. Что бы люди делали для тебя? Танцевали? Пели? Улыбали? А-ха-ха! Старели? Ты лучший из всех септимов, что когда-либо сидели на троне. Но не считай этого Мартина. Ну, он взял и обернулся драконом. А это не спортивно. Какая грубость! Неужто трудно приютить старого друга лет на 10-20? Я здесь вообще-то с посланием. Обалдеть! Ой-ой! Что за послание? Сиренада? Вызов на дуэль? Погоди, я знаю зловещее предостережение, написанное на спине арганианской наложницей! Нихера себе! Такие я люблю больше всего! Ну, давай уже говори! Я не могу стать целой вечной! Вообще-то можешь! То есть, вообще-то могу! Ха-ха! Ну ладно, серьезно! Что за послание? Меня попросили позвать тебя из отпуска. Быть не может! Кто посмел? Постой! Не говори мне! Я хочу угадать! Может, Молок? Нет-нет. Малыш Тим, сын игрушечника. Призрак короля Лисандуса. Или, точно, Стэнли, говорящий Грейпфрут из Пасваля! Нет! И я всюду ошибся, не так ли? Ладно, не важно. Честно, я даже не хочу знать. Зачем портить сюрприз? Но перейдем к делу. Итак. Ты, мелкая, ничтожная, смертная букашка, думаешь убедить меня уйти? Но ведь это просто безумие! Ты же понимаешь, с кем ты имеешь дело? Да. Ты безумец. Отличная догадка! Но только наполовину. Я безумный бог! То есть, бог безумия на деле! Это мой родовой титул. Передается от меня ко мне каждую тысячу лет. Ну вот что. Ты можешь звать меня Энн Мари. Но только если хочешь, чтобы я тебя заживо освежевал и свил веревку из твоих кишок. А если нет, то зови меня! Шеогорад, даэдрический князь безумия! Крайне рад знакомству. Какой приятный старичок. Так ты идешь или нет? В этом весь вопрос. Не так ли? Потому что, честно, ну сколько же может безумный доедра сидеть в отпуске? Итак, вот что я собираюсь сделать. Я собираюсь уйти. Все верно, хватит. Отпуск кончился. Пора возвращаться к скучной рутине. Ну а с одним условием. Ты сперва найдешь выход. Удачи! Она тебе пригодится. Элементарно. Да ну! Не хочешь осмотреться? Это, надо сказать, не ботанический сабсолит юди. Я знаю. Ты хоть понимаешь, где ты? Где ты на самом деле? Добро пожаловать в обманчиво цветущий разум императора Пелагия Третьего. Именно так. Ты в голове у мертвого, опасного и безумного монарха. Я знаю, что ты думаешь. А могу ли я тут положиться на мой меч, заклятие и прочий бред? Само собой. Или... Или... Ты можешь использовать... Вабаджек! А? А? Застал тебя врасплох, да? Да... Юмор весь в том, что Чиагорад, он как красная линия, которая проходит через все части Зелдер Скроулс. Впервые он появился в Моровинде. Для тебя Пелагий с детства страдал ночными кошмарами. Все, что нужно сделать, найди что-то, что сможет пробудить бедняжку Пелагия. Ты увидишь, что его страхи отогнать легко, но ненадолго. Плохой, это выбираешь время, чтобы заблудиться, друг. Не стоило сюда приходить. Где? А во. ГРАЕТ Что ж, есть от чего радоваться. Пока Пелагинь на коне и в седле, ты движешься к цели. Мы оба совсем скоро будем дома. Впервые, как я уже сказал, он появился в Моровинде. Это был довольно-таки интересный квест. И вместо оружия, кстати, тогда была его вилка. У нее был очень, очень маленький урон. О, это грустный путь. И пришлось проходить. Пелагинь боялся и ненавидел столько всего. Убийский собак, нежит черный хлеб. Хорош. Но больше и яростнее всего он ненавидел самого. Началось. Тут можно во всех деталях увидеть, как он себя грызет. Он всегда бьет по самым слабым местам. Самоуничижение усиливает гнев Пелагия. Ну вот, началось. Убийский собак. Я, конечно, уверен, будет ежик с нашим ударом. Тебе следует привести эту пару к равновесию. Отлично проделано. Пелагий наконец-то готов полюбить себя. Не прекратив ненавидеть всех остальных. В Обливионе это было лучшее DLC. Под названием «Дрожащие острова». Да. Вы понимаете, мамаша Пелагия была, ну скажем так, особенно. Хотя думаю, по большому счету, для Септима она была довольно обыкновенная. Эта женщина разила страхом, как ножом. Или размахивала ножом, нагоняя на людей страх. Никогда не мог бы следовать по ним. Да, но Слина, она хорошо взбирала. Очень рад усвоил, что угроза может прийти. В любой момент. Через... Ха-ха! Я думал, ты никогда не догадаешься. Когда угроза исчезнет, Пелагием завладеет иллюзией безопасности. А значит, ты ему поможешь. Как мы. И мы будем гораздо ближе к цели. Получилось отличное ДЛЦ. На самом деле, персонаж крайне-крайне колоритный. Он сочетает в себе двух людей. Причем это абсолютная крайность. То есть, он одновременно является принцем хаоса и принцем порядка. Об этом говорит его костюм. Нет, ну обязательно. Надо прийти и отвлечь. Я занят. Делаю рыбные палочки. Тут нужно тонкое состояние души. Вообще-то все готово. Справить это так грубо. И я думаю, лучше сказать, направить. Не так ли? Как путника или стрелу кому-нибудь в рожу. Но это не важно. Твоя бессердечность помогла тебе выжить и преуспеть. Придется мне выполнить свою часть сделки. Так что, мои поздравления. Можешь идти. Я могу и передумать вдруг. Так что, иди. Правда. Пелагий Септим Третий, бывший безумный император Тамриэля, теперь в таком тоскливо-страву. Я всегда знал, что он и это может. Ну, я думаю, пора на дрожащие острова. Я с ума схожу, стоит лишь представить, какие беды может навлечь на себя Хаскел в мое отсутствие. Ну-ка, проверим. Я ничего не забыл. Одежда? Есть. Борода? Есть. Багаж? Багаж! Куда я дел багаж? Хозяин, ты призвал меня назад. Значит, мы направляемся домой? О, счастливые времена. Жду не дождусь. Да-да, хватит уже восторгов. Пошлем-ка тебя вперед. Ладно? А что ты себя, мой маленький смертный приспешник? Ты можешь оставить себе вабаджека, как знак моей... А, да просто забери эту гадость. А теперь бывай. И если как-нибудь забредешь в нюше, вот загляни на огонек. Угощу тебя клубничным тортом. Хе-хе-хе. Та-дам! Обязательно, безумный лорд. Вот так вот, собственно, и заканчивается квест под названием Безумный ум. В награду мы получаем вабаджек. Вабаджек это посох. С довольно-таки интересным зачарованием, уникальным видом. Когда вы стреляете в противника, он может, как тут написано, непредсказуемый эффект. То есть, было такое, что этот посох превращал и в кролика, было такое, что и отхиливал, и в волков превращал, и в троллей. Короче, посох безумца. Че еще можно сказать? Он был символом власти на дрожащих островах в Обливионе. Тут это просто палка. Ну что ж. Всем спасибо, дорогие друзья, за просмотр. С вами был Марс. Сегодня мы прошли с вами квест под названием Безумный ум. Деодрический принц Шагарат. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. До новых видео.